Евгений Шурманов 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 У нас на Всемирном универсиаде в Красноярске будет 11 видов спорта. То есть это так же, как примерно в два раза чуть меньше, чем в летних универсиадах. То есть это основные зимние, так скажем, студенческие виды спорта. Ну, хоккей, естественно, кобежный спорт, лыжи, биатлон. Лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд и хоккей с мячом. Всегда меня этот вопрос интересовал, в универсиадах студенты настоящие участвуют? Или, может быть, зачетные книжки удостоверения выдают ровно на время соревнований, а потом они этот статус меняют? Нет, безусловно, у нас участвуют 100% студенты, настоящие студенты, которые учатся в университетах. Другое дело, что у них статус, как студентов-спортсменов, индивидуальный график, сдача зачетов, экзаменов, индивидуальное посещение. То есть, когда вы сами понимаете, студенты-спортсмены такого уровня, они не могут каждый день сидеть на лекциях, сдавать, так скажем, зачеты, экзамены со всей группы. Ну, график свой у них, конечно. Да, свой график, ну, я вот уже вспоминал, у нас есть хорошие положительные примеры по зимним видам спорта. Николай Панкратов, Иван Алыпов, это студенты, так скажем, нынешего ГТУ. Это же лыжники наши. Это лыжники, да. Они и победители, призеры там все олимпийских игр, и в то же время победители, призеры зимний универсиад. И Коля Панкратов был победителем универсиады, и Ваня был призером универсиады. И это были наши студенты, настоящие действующие студенты, которые между, так скажем, соревнованиями приезжали, сдавали зачеты, экзамены. Универсиаду можно ли рассматривать как некий трамплин для спортсменов к более серьезным свершениям, к более серьезным каким-то титулам и званиям? Безусловно. Или Панкратов, Алып, может быть, это исключение, и в основном большими звездами студенты, спортсмены не становятся? Безусловно. Ну, первый критерий, так скажем, универсиады, это возрастной ценз, да, так скажем, 17-25 лет. Как раз основная часть видов спорта, спортсменов, в этом возрасте, как раз у них начинается пик спортивного совершенства. Подходит к пику где-то. Да, да, подходит к совершенству. И в этой связи, безусловно, зависит от руководства Федерации Всероссийских. Есть, во многих федерациях у нас даже есть, вот скажем, вице-президенты, либо люди, ответственные за студенческий спорт. Ну, допустим, Федерация хоккея, Федерация лыжных гонок, Федерация дзюдо и многих видов спорта. Есть даже отдельные федерации, как там Федерация бокса, есть вообще Федерация бокса студентов, да, то есть Ассоциация боксов студентов. То есть в этой связи, и тут наш, допустим, чемпион там Всероссийской летней, там, универсиады, он сразу попадает автоматом, там, допустим, на Чемпионат России, да, то есть попадает в Олимпийскую сборную. Здесь также, то есть, грубо говоря, участники, если ты студент, и там второй, третий номер в нашей национальной сборной, то ты уже, ну, так скажем, прямой, так сказать, потенциальный кандидат на участие в Зимней Всемирной универсиаде. Ну, таких у нас, примеры такие тоже есть, у нас Александр Смелов, наш студент, потенциальный кандидат на участие по сноуборду на Всемирную универсиаду. Ну, зимние виды спорта, вы знаете, и вообще, спорт высшего достижения, тяжело, конечно, нам сейчас еще в ноябре говорить, только в декабре, в январе будут утверждения сборных команд. То есть пока непонятно, каким будет наше представительство сборной России? Пока непонятно, но я уверен, что оно будет, это однозначно. Обычно всегда наши ездят. Да, обычно всегда наши ездят, более того, я приведу вам пример, опять же, вспомню Казань. Студентов Уральского федерального университета было 8 человек, и мы на Вказани, студенты Уральского федерального университета, студенты-выпускники, завоевали 7 золотых медалей, 2 сервера, 1 бронзовая. Ну, дома и стены помогают, в этом смысле на Красноярск, наверное, имеет смысл рассчитывать. Значит, по нашему представительству чуть позже станет понятно, и будет ясно, за кого конкретно болеть. Вот сейчас к эстафете вернемся. Универсиада у нас в марте 2019 года, но не у нас, у них в Красноярске. Да, если быть точнее, со 2 по 12 марта. Со 2 по 12. Когда в Екатеринбурге пройдет эстафета универсиадского огня, если можно так назвать? Да, да. Эстафета огня уже идет по территории России, она стартовала 20 сентября в Турине в рамках международного этапа, потом она перешла в Алмату, это было, ну, так скажем, Алмата, это была универсиада 2017 года зимняя, потом она была в Харбине, это следующая универсиада, и потом пошла уже по Российской Федерации. К нам эстафета идет из Казани, и огонь эстафета и огня у нас будет 17 ноября. 17 ноября, так это уже совсем скоро. Это суббота. Так, к чему приготовиться жителям Екатеринбурга? Некоторые еще помнят подготовку к Олимпиаде в Сочи, когда были серьезные перекрытия движения, когда было много волонтеров, когда, я помню, даже знаки новые появились, которые запрещали парковку в определенных местах нашего города. Что будет на этот раз? Вы знаете, город Екатеринбург славится организацией крупных мероприятий, международных проектов. Эта эстафета уже будет четвертая по количеству, то есть вы помните, все правильно сказали, эстафета огня в Казани, всемирный летний университет, эстафета олимпийских игр, паралимпийских игр, и сейчас уже четвертая. Более того, у нас регулярно проходят и Кросснации, и марафон Европа. Нас подобными вещами уже не удивить. В этой связи у нас очень хорошее взаимодействие с нашими силовыми структурами, с ГИБД города, области. И выработан маршрут максимально, чтобы нашим жителям города Екатеринбурга как можно минимум сложностей хлопот доставить нашим водителям. И в этой связи у нас, и так как у всемирного университета, это менее, так скажем, чуть-чуть поменьше мероприятий, чем Олимпийские игры в Сочи, в этой связи у нас... И тут размах тоже... Да, размах чуть меньше. У нас эстафета пройдет только по Ленина. Старт у нас будет на Ленина 51, это один из корпусов Райского федерального университета. Мы бежим по Ленина до площади пятого года, разворачиваемся и по Ленина до Райского федерального университета. То есть, грубо, от оперного театра до площади пятого года разворачиваемся и до мира. Более того, перекрытие дорог будет в 11.30, у нас начинается перекрытие дорог, и в час уже заканчивается. Но, несмотря на такой короткий промежуток времени, всего полтора часа, мы и то, так скажем, те этапы, когда уже после того, как мы развернулись и побежали уже в обратную сторону, вот те этапы, где уже пробежали факелоносцы, и огонь уже прошел, они будут открываться. Ну, то есть, тем самым, мы уже, так скажем, динамично будем двигаться, открываться для того, чтобы не создавать определенные сложности для наших любимых, уважаемых жителей города Екатеринбурга. Я думаю, вы успокоили тех, кто, может быть, обеспокоился на этот счет. Сколько будет этапов эстафеты в Екатеринбурге, и сколько факелоносцев, и кто эти люди? Вы знаете, у нас в Екатеринбурге 25 этапов, соответственно, 25 факелоносцев. Более того, я вам скажу, это почетно. Почему? Потому что в большинстве городов это 18, 19, 20 факелоносцев. У нас, как и в Москве, и Красноярске 25 факелоносцев, потому что, действительно, наш регион, Северовская область, Екатеринбург, отличаются и спортивными событиями, и спортивные, так скажем, регионы, статусы у нас, и мероприятия очень много, и спортсменов очень много. В этой связи мы отстояли, значит, уважаемая федеральная дирекция, 25 факелоносцев. Столичный статус. Да, и у нас был определенный регламент. 5 факелоносцев нам дает федеральная дирекция, и 20 мы отбирали по конкурсу. В этом году, в этой эстафете впервые был, так скажем, онлайн-конкурс на сайте «Красная-2019». А можно было заявиться? Да, можно было зарегистрироваться, да. И экспертная комиссия, в которую я входил, мы уже выбирали в течение, начиная с апреля месяца, до мая была регистрация. Я вам скажу, мне очень приятно было, когда мы выбирали порядка 150 желающих быть факелоносцами. Было очень приятно, что желающие были с Оренбурга, с Челябинска, с Хантов, с Ургута. То есть, ну, те города, где не будет эстафеты, но люди и жители очень хотели и хотят прикоснуться, так скажем, к истории. Да, это действительно будет потом история мирового события. И сколько из 20 по этой квоте проходит из тех, кто заявлялся через интернет? Один, два, пять? Ну, не-не-не, порядка 25 процентов. Ну, то есть четверть. 25, да, 25 процентов. Потом остальные, безусловно, это уже, так скажем, представители города, области. Ну, пару примеров приведите. Какие-то местные-то наши знаменитости будут? Безусловно. Я не знаю, там политики, спортсмены, артисты, музыканты. У нас, так скажем, один из самых знаменитых спортсменов, известных по зимним видам спорта, Сергей Чепиков, он же депутат Госдумы. Он у нас будет один из знаменательных факелоносцев, так скажем, неоднократный победитель Олимпийских игр. Как я уже сказал, Александр Смелов, это из молодого поколения, дай бог он будет участвовать и, может быть, даже и победителем, призером будут универсиады. Ну, и, безусловно, есть, так скажем, волонтеры. Мы не можем о них забыть, потому что действительно работают уже. На их плечах и чемпионат мира, и многие другие события прошли. Причем они также по конкурсу не заявлялись в онлайн, так скажем, мы их отбирали. Значит, эстафета огня универсиады в Екатеринбурге пройдет в ближайшую субботу с половины 12-го до часу приблизительно. Да, в 11.30 начинается работа площадки на Ленин-51, идет перекрытие, так скажем, вот это Ленина, и потом до часа у нас уже идет эстафета. Готовимся, болеем, поддерживаем. И не переживаем по этому поводу. Самое последнее. Екатеринбург, если заявится на универсиаду, а такие планы есть, универсиаду 23-го года, причем летнюю, шансы у нас будут? Шансы у нас очень великие, очень большие, очень хорошие шансы. Действительно, самое главное, не буду заходить вперед, пройти там, так скажем, завтрашний у нас этап. То есть согласование в верхах, скажем так. Согласование в верхах, да, и подать заявку. Я думаю, остальное уже боженько. Но Екатеринбургу это надо? Безусловно. Для чего? Для развития? Для развития как города? Для развития именно спортивной территории? Для спортивного города, для города, для инфраструктуры, для развития спортивных сооружений, для материально-технической базы. Потому что, ну, еще раз говорю, в Казани, вы посмотрите, какая Казань, универсиада преобразовала Казань. Это же, ну, просто шикарно, когда 30 новых спортивных сооружений, и когда Казанскому федеральному университету и Приложской академии физического культуры достался тот городок, кампус, это деревня универсиады, когда 10 тысяч... Ну, посмотрим, возможно ли такое счастье в Екатеринбурге. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню, что на стенде был Евгений Шурманов, руководитель исполнительной дирекции эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года в Екатеринбурге. До свидания и удачи. Продолжение следует...